Собираемся, что, даже пока-пока он сейчас горит, что ли? Слива вам, давай! Пока, Никита. Все, всем пока, давай. Ну и мы все равно будем звонить. Стой, для ребенка. Даже пока-пока не сказали. Ну, рыбать на шарма. Всем привет! Добро пожаловать на канал «От жизни понаехавших в Москве». И пока я, как и многие из вас, сидят сейчас на карантине, наконец-то появилось время собрать выпуск о том, как мы ездили в Европу. Ну, не совсем в Европу, в Ригу. Так как это наше было первое самостоятельное путешествие за границу, без компаний, без опытных сопровождающих, не по работе, то, естественно, не обошлось без фейлов и разного жизненного опыта, о котором я обязательно поделюсь в этом выпуске. Так что оставайся со мной, смотри этот выпуск до конца и полетели уже! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У жизни в Москве есть один большой минус – это отсутствие рядом близких людей для тех, особенно у кого, вот как у нас, появляются маленькие дети. Потому что оставить детей не с кем, провести время вдвоем очень сложно, поэтому мы выбрались в отпуск, слетать на новогодние каникулы в Ригу, использоваться возможностью, пока родители у нас все. А мы сидим в самолете и на самом деле ужасно хотим домой, потому что нам присылают фотки с Дом Никитовым, и это вообще непростое испытание для молодых родителей. Но я надеюсь, мы справимся! Прилетели в аэропорт. Какие твои первые впечатления? Нормальные. Ёлки светятся. И работники аэропорта говорят на каком-то странном языке. Клупо, 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 клупо. Странно, немного сразу попали. Цены все в евро. Придется привыкать к новому. Ну тут даже в евро водичка подешевле будет. На целых 50, чего там, полуевро, копеек. Ой, впечатление, от Риги подъехали. Около писсуара на полу так же насценно, как и в России. Ориентируемся на местности, основываясь на видосе «Орел и Решка», который был снят здесь в 2015 году. Я просто по автоматам смотрю. Билет просто нужен. Надеемся, что нас не посадят здесь нигде, потому что мы не успели приехать в страну уже с преступления. Не смогли купить билет на остановке, не работает оплата через карту банковскую. Только наличкой. Налички нет, конечно же, как всегда. Так что надеемся, что нас не поймают и не посадят. Не штрафуют на миллион евро. Держите за нас пальчики. Я вором свобода. Настоящий русский быдлан Рашкован Евросоюз на или 4 евро, или 18. Так что все. И вот центр. Видишь фонари? А выглядит это совсем, как будто бы у него вообще на какой-то ограде находится. Как будто мы в Москве за теплым станом, где-то просто в аду сатаны. Мне кажется, воздух просто говнище. Чувствуешь, Гарри? Очень теплый стан рулит. Берем трешку там. Не, мы здесь не останемся. А вон Макдак, все, 24. Все, заживем. Сейчас мы тут зароскованим. Серега, короче, сказал, что сейчас зайдем здесь за какой-то угол. Пойдем прямо по дороге, выйдем. По кромке какого-то леса будем идти, и, может быть, попадем, если получится. Со своими почками. Ну, тачка повернула, значит, все норм. Судя по улице, дай бог нам дойти до конца. Дорога похожа на то, когда мы по пятой площадке ходили в Хабаровске. Только чище раз в 600. Полированный асфальт такой. А там вот вдалеке фонари светятся, и мы вот туда идем, и там вот как раз должен быть центр и наш отель. Домики такие, прям за забором стоят. Настоящие европейские, такие классные, в которых очень многие хотели бы жить. И лепят себе на картинки, в альбомы мечты. Ну, все, мы по этой дороге вот до тех машин доходим, до лес, и все, и мы, а вот, кстати, лес. Приключения продолжаются, потому что в итоге мы вышли с автобуса. Оказалось, не там, оказалось, не туда нас отправили, долбаные Яндекс.Карты. Так что теперь нашли торговый центр, ищем еду, и ищем, где можно раздобыть наличных денег. Приключения! За 4 евро. Приключения! Конец доехали до нашего отеля. Сейчас будем заселяться, и потом уже все расскажу. Наконец-то мы добрались! Пришли кушать в отельное лоббио, потому что обошли 3,5 улицы в одну сторону и в другую, и не нашли ни одного открытого заведения. Все заведения работают до 10-11 часов вечера. Горят огонечки завлекающие. Мы подходим, спрашиваем, у вас можно быть на этими горят? Нет, нельзя, у нас закрыто. А половина разговаривает на какой-то трабарщине, которую мы вообще не понимаем. Все более-менее активные личности стекаются именно вот сюда, вот в наш отель, для того, чтобы, видать, продолжить вечерину. Открылась одновременно ужасная и прекрасная новость. На столовую, которую мы нашли, не он сегодня работает, оказывается, и ночью. Вчера пошли просто не в ту сторону, поэтому не нашли толком места, где поесть. Ели в лобби у нас в отеле. Охеренно дорогие бургеры, и не супер вкусные. А сейчас мы вот в 12 часов ночи ужинаем. И пиво с долгой, и мугасичек. Мне кажется, это вполне прекрасная еда. Мы не умрем с голоду. Мне кажется, мы счастливы. Пекипа! Опа-ла-па-ла-па-па-ла-па. Номер особо показывать не буду. Номер как номер он. Почему такое такое? Это неофициальная карта Риги, но здесь очень хорошо видно туристический центр. Вообще, для нас лично Рига поделилась на три части. Это как раз-таки туристический центр, который не такой уж и большой, с различными соборами, храмами, памятниками и даже своим собственным памятником свободы. Вторая часть – это серединная бездна. И третья – пригородная часть, где, по всей видимости, проживают все местные рижане. Чтобы исходить полностью вдоль и поперек всю старую часть города, хватит. 11.09 местного времени, сейчас уже стало на улицах поживее, люди появились, машины ездят, магазины разработали, вот мы пошли искать. Трестим кофе, кофе, что-нибудь. Идем позавтракать. Комсомольская правда везде есть. Всякая дича. Это за евро 15 уже закончился в 11 сентября. К слову о магазинах. Здесь хочется отдельно остановиться, чтобы вы не повторяли наших ошибок, потому что мы, во-первых, не взяли наличные деньги. Желательно брать как можно больше разменных денег, потому что они очень часто пригождаются в каких-то неожиданных моментах, вы еще это увидите. А во-вторых, это брать максимальное количество банковских карт разных банков. Мы, например, используем ВТБ банк. И не помогло даже то, что любимый сделал виртуальную валютную карту этого банка. Мы тратим там деньги, потому что мы там копим мили, которые потом тратим на авиабилеты. И вот с этим банком в Риге не особо разгуляешься. Очень часто приходилось использовать либо кредитку Альфа-банка, либо физическую Сбербанка. Так что физические карты берите тоже с собой. Магазины, смотрите, тут такое же разделение по районам. В центральной части Риги очень много магазинов Риме и Норвежин. Это, мы так поняли, две популярных сети магазинов. Но здесь, опять же таки, если у вас такие же заплеты будут с картами, как и у нас, то мы, например, из-за того, что наша карта принималась в Риме, мы в основном всю всякую мелочевку покупали там. А Норвежин для нас так и остался лавочкой подарков. Мы там купили несколько сувениров для наших родных и старались там больше ничего не покупать, потому что наш банк там просто не принимался. За пределами центральной части мы нашли еще один продуктовый магазин. Это не помню, как он называется, но аналог нашей пятерочки. Такой, в самом ее неприглядном виде. Если вы любители экономить в путешествиях и думаете, что чем дальше от центра, тем дешевле, вот этот магазин прямое тому противоречие. Мы сравнили цены, некоторые позиции там даже дороже, поэтому будьте умнее, смотрите, сравнивайте цены. Прикольные переулки вот эти вот. Переулочки такой, заворачиваешь за угол. Типа, слышь, что? Там такая красота! Дома, все здания такие красивые, такое все старинное прям. И ты думаешь, ну нет, нормально заехать. Люди вокруг ходят уже классно. По сравнению с 11 часами вечера здесь бурлит жизнь, все куда-то идут. По московским меркам еще и никто и не проснулся. Здесь все бурлит. Бурлит жизнь, дети играют на площадке, автобусы ездят, люди куда-то идут, кофейни работают, в кофейниках сидят люди. На полу чисто. На полу чисто, кстати. Мучает меня опять своими вопросами, сейчас будет выставлять меня идиоткой, да. Я буду говорить не знаю, а он будет такой, проливает свет. Я, если честно, тебе рассказываю, чтобы ты запомнила. Я пошла запоминать, а вы там покушайте пюрешку. Отстань от меня. Знаешь, что это? Что? Это почта внутри города. Люди перестали писать письма внутри города друг другу. То есть не междугороднее, а ты вот, грубо говоря, муханя. Пришли на какую-то площадь, тут все такое сказочное, такая маленькая ярмарочка. Конечно, до Московской ей далеко, но все равно из-за того, что вот эти фасады домов, они выглядят просто как-то, как будто бы, я не знаю, как будто бы декорации к фильму. Кстати, это, может быть, и есть та улица, на которой фильмы снимали. Субтитры сделал DimaTorzok Ты заворачиваешь в каждый угол и видишь какое-нибудь красивое здание. Для тех, кто любит разглядывать здание так же, как и я. Стасян, это ты. Просто это находка. Можно ходить, гулять, смотреть, просто до Одури. Везде какие-то фигурки, какие-то рифлюшки, заборчики, в общем, очень интересно. А тут еще машины ездят, улочки такие узенькие, и машины ездят, автобусы какие-то. В Москве, конечно, ярмарка круче. В Москве, конечно, круче. Более такой аутентичный, что ли, ассортимент всякий. Вот, тут тебе варят прям леденцы, либо кахлядские колбаски, либо вот эти игрушки. В общем, конечно, попасть в европейский вот такой вот рыночек, это совсем другое. В Москве тоже хорошо, но здесь по-другому просто. Народу меньше, меньше гораздо народу. Это похоже на какое-то больше, на удобоваримое количество народу. Зачем ты мне в рожу суешь? У меня такой босс был. Тебе надо работать над композицией кадра. Конечно, это очень прикольно, попасть на такую рождественскую ярмарку, где тебе прям на гриле вот это вот все подают. Офигенно! Проблема, вряд ли они принимают Apple Pay. Надо с баблом что-то решать. Подъездка в Латвию будет ассоциироваться у меня с синенькой. Оно началось с текилы и продолжится игримейстером. Интересно, как это супер подходящий напиток для такой погоды. Билай! ДИНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но, наверное, для этого нужны путешествия, чтобы как раз-таки вот эти вот эмоции их ловить и по-новому смотреть даже на то место, где ты живешь. Очень прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня на самом деле больше всего поражают вот такие вот всякие тачки в таких местах, в которых, казалось бы, вообще невозможно проехать. Они ездят прям аккуратно вот так вот к этим бордюрам и проезжают вот здесь. Ну вот как она здесь могла оказаться? Ну супермастера какие-то, парковки, езды здесь под таким улицам. Я бы, по крайней мере, тут раскурочила бы уже давно свой кар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Записала видос в магазине просто потому, что ассортимент говно, но атмосфера очень прикольная. Все танцуют, продавцы на позитивчике. Все бухают, такое ощущение. Биточек отбивают битбоксом и слушают 50 Cent in the Club. Что может быть лучше? Все не парятся вот этим вот, что ты должен жопу лизать там. Никто к нам не подошел. Всем, блядь, заняты своим делом битбоксом каким-то там. Ну то есть всем похер. Фотаются, отдыхают, пьют кофе. И между делом что-то продают. Прикольно. Ох, милочка! Серединная часть для нас так и осталась бездной не только потому, что там на вид ничего нет. Даже многие квартиры пустуют, как нам показалось. А потом еще и в разговоре с местной жительницей оказалось, что там многие квартиры на самом деле пустуют. Потому что рижане большая часть предпочитает жить где-то в жилых районах, не в центре. Но суть не только в этом. За несколько кварталов от центра, мало того, что там начинается отдельно аутентичная жизнь, там нету никаких кафе, ресторанов и туалетов, что немаловажно. Поэтому если вдруг приспичат, мы проверили. Не надо искать каких-то мест. Берите просто такси, езжайте в центр и делайте свои дела там. А то можете не донести. Два этих прогульщика по Риге сообщают, что если отойти от центра Риги, то можно увидеть Ригу со свастиками, со всякими граффити, белорусскими огромными плакатами нарисованными на заброшенных там. Ну вот вы собственно видите вон граффити. И вот в таком стиле много чего. Но здесь какой-то все равно есть свой шарм и изюминка. У меня отреставрированы фасады зданий, такие прям пропитанные вот этой историей. А может быть и мочой. Очень прикольно еще, когда идешь по улице и слышишь разные языки, в том числе русские, в том числе английские. И ну тут естественно есть свой местный язык. Везде люди, прохожие разговаривают на разных языках и ты слышишь периодически. Где-то удастся тебе услышать свой язык, а где-то нет. Вот, прикольно. У нас челлендж посетить какой-нибудь Макдональдс для того, чтобы понять, отличается вкус или нет. Говорят, что отличается. Примерно так же. Вообще нет. Вообще по мини даже. Вот этого нет. С сторонними огончиками. Бургеры как буржеры. С крафтовым сыром, с вот этим обычным американским рассекающимся, а с каким-то таким твердым. Свежая зелень, котлета, плюс-минус обычная и соус, и гулка с пряностями и немного перца, и соленый огурчик. А теперь я. Во-первых, здесь мясо. Настоящее мясо. Во-вторых, здесь используете копченый соус, или оно делается прямо на гриле. Я считаю, что для Макдака вообще норм. Здесь еще, по отличие от многих заведений, в которых мы были, здесь принимается наша карта. Это тоже немаловажный момент, поэтому будем тратить бабло в Макдаке походу. Правда, острое немножко. Я не очень люблю устроить. Чисто. Если вы не кушали, то обязательно покушайте. Еда в путешествиях – это всегда отдельная тема. Во-первых, мы не стали брать в отеле завтраки, потому что все равно не собирались просыпаться до того, как они закончатся. И, кстати, не прогадали. Во-вторых, мне не совсем понятно, почему Орел и Решка в своих бюджетных вариантах не используют столовые. Про Рижская Лида я уже упоминала, при том, что это целая сеть по всему городу. Она очень здорово берегла наш бюджет, при том, что насыщала какой-то просто неимоверный дождь. Достойно Американо за 1 евро мы нашли в Макдональдсе. А в последний день пообедали в летающие лягушке, поели там так, что не просто пальчики оближешь, а по локоть их откусишь. Ну и путеводитель рекомендовал нам попасть на центральный рынок. Это такое место, которое очень напоминает Даниловский рынок или депо, но только один из их ангаров, потому что другие ангары – это просто обычные торговые лавки. Вот этот вот один ангар, он наполнен разной едой, крафтовой, и мы не стали там ничего пробовать, потому что в Москве можно попробовать то же самое, и при том, что там, конечно, все подороже будет. Мы пришли в какой-то морской ресторан, будем пробовать сейчас устрицы. Вот нам вина принесли. Вино вкусненькое пока. Устрицы мы будем пробовать в первый раз. И по ходу эти штуки будут двигаться в тот момент, когда нужно будет их съесть. Нет, поливать соком и воду. Они будут двигаться, и их нужно будет есть. Так написано в интернете. Вот нам принесли. Вот такие вот устрицы. Что-то сейчас будем поливать. Пахнет типа свежим морем. Пахнет не очень. Она шевелится? Что-то как-то так вот. Не, я так, ребята. Раз, два, три. Хочется запить вином сразу. Ты даже ничего не сказал. Ну как тебе сказать? Ну не противный вкус не противный. Просто склизкая жижа. Я думаю, без вкуса лимона для меня лично было бы немного рыгалетно опасно. Так, в принципе, вкус норм, ну, с лимоном. А я в лотильце. Ну, я хочу сказать, по крайней мере, она не шевелится, и это уже хорошо. Оно суперполезное. Такое ощущение, как будто пожрю кусок железа или облизываю елку. Короче, это вообще странная дичь. Море можно ждать. Забионтики. Лучше прополоскать его к вино после. Обильно. И тогда будет нормально. На сегодня хватит. У нас, на сегодня хватит. Конец связи. Ох, милочка. В списке рекомендованных мест к посещению нашли моторный музей Рижский. Приехали сюда посмотреть. Думали, едем на какой-то автомобильный завод. А приехали... Сейчас покажу, короче, все. Надо поставить там карту. Чувствовала мое сердце, что надо брать физическую карту. А потом, когда открываешь, она вытаскивает. Короче, мы лохи, потому что у нас нет настоящих денег по-прежнему. И тут они периодически везде нужны. Вот, например, в гардеробе или в туалет сходить. 20 центов. Получите, распишитесь. Вот, Света работает. Прям как мой. В рыванках ходишь, получаешь краткий экскурс в виде того, как двигатель вообще автомобильный был запрещен. И потом просто помещаешься в какой-то невероятный мир. Мне кажется, вот ради этого, так сказать, сюда приходить. Различных видов автомобилей, которые только были. И они настолько красивые, натертые, как и хромированные. Мне кажется, любой ребенок особенно, а то и не только ребенок, будет рад увидеть. Ну, например, вот такую вот штуки. А что ты знаешь о истории моторного масла Шил? Вот здесь, например, есть целая полка. Мужик мой возле каждой второй машины произносит фразу, я бы на такой порассекала. Я вот обращаю внимание на то, что вот эта машина стоит на небольшом постаменте, сантиметров 5, наверное, высотой. И тем не менее, эта машина, смотрите, с меня ростом. Тут огромные просто колеса, огромные вот эти все детали. И почти все машины такие. То, чтобы ты понимал, как это все работает, так это выглядит на самом деле. А так сделана на мониторе VR-технология, которая показывает, как крутится кордонный вал. Слово о размерах в очередной разниках, что стоит замерить. Вот это вот оно высотой просто со всю мою руку. Почти метр диаметр колеса. Просто стоит все. Если вдруг, глядя этот выпуск, вы вдруг решите посетить музей моторов, будьте внимательны, потому что здесь не только первый, второй уровень, но еще и есть и нулевой. От него спуск ко второго этажа на лифте можете спуститься вниз. Если вдруг пропустите это, ну я не знаю, смотрите, какие просто тут огромные грузовики. И даже пожарная машина есть. Для любителей экшена можно даже посидеть в автобусе. Пойдемте. Пазики 672М. Так, мы на выходе, пассажиры. Брова пропускаем, потом сами заходим. О, можно же в другую дверь. Если вы, как мы, будете находиться в Риге больше, трех дней, третий день или четвертый, вполне вообще достойно провести вот в этом заведенице. Приготовьте 20 евро на двоих. И один цент на то, чтобы закрыть гардеробку. Ох, милочка! Выселяемся из отеля. Можно было пойти погулять куда-нибудь вместо этого на улице. Просто какой-то адовый дождь. Как всегда бывает так. Тебе нужно, чтобы на улице была нормальная погода. А нет, нефигушки. Ааа. Я чуть не заживала. Я им говорю, у-у-у-у. Ты взяла зарядки? Взяла зарядки. А ты взял? Пойду со своей любимой попрощаюсь. Вот она, моя любимая штука. Мойка. Мне нужно, чтобы у меня дома такая стояла. Мы, как и многие туристы в Европе, не упустили возможности немного прибарахлиться. Сейчас я не буду рассказывать об очевидных выгодах шопинга в Европе, а расскажу про то, как мы впервые прошли возврат tax-free. Первое, это мы, когда покупали вещи, сказали продавщице, что хотим вернуть законно нам причитающиеся. Она со спокойным видом достала какой-то бланк, заполнила его, запечатала в конверт и отдала нам. И сказала, что в дальнейшем нам уже с этим конвертом придется что-то делать. Мы загуглили, что делать дальше, узнали, что нужно идти в банк. Мы пришли делать tax-free вычислить. Наличные операции для физических бюджетов, наверное. Наверное. Посмотрим. Получилось. В общем, мы пошли в банк, но оказалось зря. Для того, чтобы вернуть деньги в банки страны, нужно, чтобы в бланке стояла печать таможни. А ее можно поставить только в аэропорту. Поэтому мы чуть-чуть пораньше приехали в аэропорт, пошли в отделение таможни. Там этот конверт нам распечатали. Таможенник поставил печать. И после этого мы взяли эти документы и пошли дальше. Уже нашли киосок tax-free, либо в стране, из которой вы улетаете, либо в аэропорту в Москве это можно было сделать. Но мы нашли там. Там уже отдали этот бланк печатью таможни. И там уже на месте нам вернули деньги. Чай, да, ставят? И роспись. Ну, таможенники. Потом в зоне duty-free, где обмен валюты, нужно будет подойти к какому-то терминалу и сдать эту бумажку. И они типа вернут бабки. Нужно обязательно все выводить на карту. Пофиг, какой она валюты. То есть она может быть рублевая, но возвращают тебе там может евро, не евро. И вот, что выдали. Чек. Сумма, сколько я заплатил, сколько рефаунд. И сколько мне в итоге перевели. В 15-м, там типа 20 евро. Пока это Сбербанк, ничего не пришло. Заждите, короче, следующее включение. На чеке, на котором тебе таможенник ставит печать, вот эта вот баба, которая делает тебе рефаунд, она просит тебе печатными буквами латинскими написать свой полный адрес без бумаги. Готовьтесь. В общем, Латвия оказалась прекрасной страной для того, чтобы, во-первых, провести спонтанные новогодние каникулы весьма бюджетно. Во-вторых, там в это время практически нету людей и тем более туристов. А в-третьих, это прекрасная возможность для того, чтобы получить полугодовой европейский шенген без особых заморочек. Так что вот такое путешествие. Надеюсь, было интересно, полезно и весело. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал и увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока!